В каждом субъекте должен быть создан модельный центр дополнительного образования детей, который является организационным, методическим центром, информационно-аналитическим, должен быть таким интегратором всей сети, которая существует в республике. Надо сказать, что на январе 2009 года у нас сегодня 509 образовательных организаций дополнительного образования детей, которые имеют соответствующую лицензию и ведут образовательную деятельность. Из них 434 организации – это дополнительные образования детей, которые в трех ведомствах работают – Министерство культуры, образования и молодежной политики спорта. И мы видим, что у нас большое количество участников появилось негосударственных, которые сегодня оказывают те или иные образовательные услуги. Поэтому, конечно же, задача модельного центра – быть интегратором. Обязательно мы должны были в рамках этой целевой программы создать республиканский общедоступный навигатор, в первую очередь, для родителей. Это информационный портал, имеющий региональные и муниципальные сегменты, которые позволяют в разрезе по каждому муниципальному образованию видеть, какие дополнительные образовательные программы реализуются на территории данного муниципалитета, для того, чтобы выбрать перспективу развития своему ребенку и, соответственно, записать его в тот или иной кружок. Создать систему многоэтапных и разноуровных мероприятий для детей, для того, чтобы они могли себя самореализовывать. Это через систему различных фестивалей, конкурсов, олимпиад, для того, чтобы дети могли, конечно, в них участвовать, добиваться каких-то результатов, представлять свои проекты и личностно расти. Ну и, конечно же, одной из важнейших задач, я на ней тоже остановлюсь подробно, это обновление инфраструктуры, оборудования и средств обучения дополнительного образования детей. Потому что не секрет, что вся инфраструктура, которая сегодня располагает центры внешкольной работы, бывшие дома пионеров и центры детского творчества, они были построены в 60-е и 70-е годы. И поэтому одной из важнейших задач сегодня является, конечно же, создание обновленной модернизированной инфраструктуры, к числу которой относятся детские технопарки «Кванториум», которые создаются сегодня во всех субъектах Российской Федерации. И к 2020 году во всех 85 субъектах такие современные центры дополнительного образования детей должны быть обязательно хотя бы по одному в субъекте. У нас, к счастью, их целых три, поэтому чуть позже мы поговорим и сегодня о результативности деятельности этих центров. Что касается мер поддержки, какие сегодня реализуются в России, в данном случае мы сегодня являемся участниками федеральной целевой программы развития образования, которая принята до 2020 года. И выделена отдельная задача, это реализация мер по развитию научно-образовательной, обратите внимание, и творческой среды в наших образовательных организациях. Развитие эффективной системы дополнительного образования детей. В данной задаче выделено три подзадачи, которые связаны с обновлением содержания, технологий дополнительного образования, формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов, ну и, конечно же, реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды. За два года, в 2016-2017 годах, нам удалось привлечь из федерального и республиканского бюджетов практически 150 миллионов рублей, привлечь средств для того, чтобы направить их на развитие дополнительного образования детей. Могу сказать, что дополнительно мы благодарны президенту республики Татарстан, который в прошлом году, в 2016 году, направил ряд, в том числе и экономических мер, направленных на поддержку дополнительного образования. Наши дети, вы знаете, на чемпионате Junior Skills заняли второе общекомандное место, и 990 тысяч рублей было направлено на денежные выплаты нашим победителям и призерам национального чемпионата. Дополнительно к тем средствам, которые были выделены из федерального бюджета, по предложению президента республики Татарстан, детские технопарки Кванториум получили дополнительно цифровое оборудование более чем на 3 миллиона рублей. Но и в общей сложности, вместе с капитальным ремонтом тех учреждений, которые были в республике отремонтированы в доп. образовании, в том числе и Альметьский детский технопарк Кванториум, а также реконструированные по программе капитального ремонта, более 250 миллионов рублей было направлено на модернизацию инфраструктуры центров дополнительного образования детей. Приведу некоторые примеры. Вы все знаете, что 9 сентября 2016 года был открыт Центр детского творчества в Кукмаре. Мы присутствовали на его закладке камня еще в 2016 году. За один год с нуля был построен четырехэтажный современный Центр детского творчества, который сегодня реализует программы и по робототехнике, и по компьютерной графике, судо-авиа, автомоделирование, деревообработка, металлообработка, спортивный туризм, музейное, военно-патриотическое направление, прикладное творчество, но в том числе и хореография, театральное творчество. После капитального ремонта и модернизации чуть раньше, в августе, мы открыли Центр внешкольной работы в Муслюмском муниципальном районе. Буквально на днях, в субботу, заместитель премьер-министра, министр образования и науки Рафисий Ирханович Бурганов посетил Республиканский Центр внешкольной работы, который по постановлению Кабинета министров и является сегодня модельным центром дополнительного образования детей после капитального ремонта. Нам выделено свыше 18 миллионов рублей, полностью сделан капитальный ремонт, и сегодня созданы все необходимые условия для того, чтобы наши педагоги дополнительного образования проходили здесь повышение квалификации, обучение, различные мастер-классы, семинары, и это сегодня полноценный центр, модельный центр. Поэтому это тоже для нас большой успех. Капитальный ремонт был сделан буквально в течение трех месяцев.